Библейский портал экзегет.ру представляет А здесь у нас политическая борьба, по сути дела, уже гражданская война, причем между отцом и сыном, как, наверное, нередко бывает на гражданских войнах. На чьей стороне будет победа? Вот, казалось бы, Библия на этот вопрос должна предложить очень благочестивый ответ. Вот Бог благоволит Давиду, поэтому Давид разгромит восставшего против него сына Абшалома. Да, конечно, так и будет, но значит ли это, что все это произойдет само собой? Что же поможет Давиду победить? Чудо с неба, каменный дождь какой-нибудь прольется на войска Абшалома или, допустим, вмешательство каких-то ангелов, которые убедят его прекратить войну со своим отцом. Нет, все очень по-человечески. То есть божественный замысел абсолютно не исключает человеческих действий. Более того, я напомню, что само это восстание Абшалома, это, в общем-то, кто скажет наказание Давиду за то, что он не вмешался в распри между своими сыновьями, рапс, предоходящий до братоубийства. Если можно убить брата одного, почему нельзя убить множество братьев на гражданской войне? А кто-то скажет, это естественное последствие. Да, Давид позволил своим сыновьям делить власть, Давид позволил им убивать друг друга и ничего не сделал, когда Абшалом убил своего брата. Ну, разве что на время его удалил от себя, да, но фактически это и наказанием-то не назовешь. И теперь вполне естественным образом этот человек думает, что и дальше он может продолжить в том же духе. Неважно, то есть Давид в каком-то смысле вот в этой истории дворцовых интриг, вот этой истории вражды между царевичами, он сам перешел на уровень человеческих страстей. И он на нем остается. Господь не вмешивается напрямую. Итак, у нас в конце предыдущей главы, 16-й, была история про советника Ахитофала, который сначала помогал Давиду, потом перешел на сторону Абшалома, и который всегда знал, что надо сделать. Такой блестящий, как сегодня скажут, стратег и аналитик. Ахитофал предложил Абшалому. Позволь мне выбрать 12 тысяч человек, а я погонюсь за Давидом в эту же ночь. Я настигну его, пока он растерян и слаб. И когда я нападу, то весь народ, который с ним разбежится, а я сражу одного, только царя. Весь остальной народ я приведу к тебе. Всех людей ценой одного, чьей смерти ты ищешь, а народ останется цел. Такой замысел понравится Абшалому и всем старейшинам Израилю. Во-первых, конечно, очень напоминает Новый Завет. Спасти всех людей ценой одного. Наверное, это вообще периодически в жизни происходит. Причем иногда человек своей жизнью спасает других, а иногда чужой. И вот когда чужой, то этот замысел, как правило, не сбывается. И, кроме того, обратим внимание, что это сам Ахитофал, ближайший соратник Давида. Его мозговой центр очень легко переходит на сторону его врага и дает такие же разумные советы. Давид растерян, он только что бежал из своего города Иерусалима. С ним, да, какое-то количество людей есть, но они не знают, не понимают ничего. Они без ресурсов, они без какого-либо плана действий. Одним ударом можно покончить с этой войной. Но Абшалом велел привезти Хушая Аркита, чтобы выслушать его мнение. А Хушая, напомню, сторонник Давида, который только притворился, что перешел на сторону Абшалома, и остался, на самом деле, ровно для одного, чтобы разрушить совет Ахитофала. Он знает, что тот посоветует правильно, тот знает, как добиться своего. Абшалом пришел к Абшалому, а Абшалом его спросил, вот что предложил Ахитофал, поступит ли нам так, а если нет, что предложишь ты? Абшал ответил на сей раз, нехорош совет, который подал Ахитофал. Абшал продолжил, ты ведь знаешь своего отца и его людей, они богатыри теперь, когда они разверены, как дикая медведица, у которой отняли детенышей. К тому же отец твой привычен к воинам и не станет ночевать вместе с народом. Вот и теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или подобном месте. Что, если он нападет на твоих людей первым и разнесется слух, погибель настигла тех, кто был савшаломом? Тогда и мужественный человек, чье сердце подобно львиному, упадет духом. Ведь весь Израиль знает, что отец твой воин и богатыри. То есть он опирается на прошлый опыт. Он не просто говорит, тот не прав, он говорит, помнишь историю, когда Абшал бегал от Саула? Вот все повторится, он скроется в пещере и нанесет удар первым. Вот что я посоветую. Вот верный совет Ахитофала, так Господь навел беду на Абшалома. То есть смотрите, Господь участвует в этой истории, но он позволяет людям сыграть свою роль. Он не дает победу, как мы читали много раз, ударили израильтяне на филистимляна, Господь даровал им победу и все. Он заставляет их самих занять свои места. То есть ему очень важно, чтобы люди сами определились, на чьей они стороне, за кого они, что вообще происходит. Хушай пересказал священникам Цадоку и Абьятару, что советовал Ахшалому и историческому Израилю Махитофал. И что он сам и велел срочно отправить гонца и передать Давиду вот что. Не проводи эту ночь у брода в пустыне, но поскорее переправляйся, не то погубит и царей, и весь народ, который с ним. То есть Хушай не уверен, что его совет примут. И, собственно, вот она спецоперация. Он вводит заблуждения повстанцев, а заодно на всякий случай предупреждает Давида о том, что вот такой план есть, и нужно постараться его как бы минимизировать. То есть сделать так, чтобы как можно меньше было шансов у Абшалома догнать Давида. Ну и дальше такие мелкие детали. Вот прямо шпионский роман. Янатан и Ахимац оставались в Суэнрогиле, но это сторонники Давида тоже, сыновья священников. Одна служанка пошла и рассказала им обо всем, потому что они сами не могли появиться в городе, и они отправились известить царя. Их увидел один отрок и рассказал об этом Абшалома. Там целая сеть шпионская. Бегут предупредить, а один видит и докладывает, вот там лазучки. Они спешно бежали в дом одного человека в Бахуриме. У него во дворе был колодец. На самом деле вряд ли колодец в нашем понимании. Они скорее водосборник, где просто высечена в скале большая такая емкость, и в нее стекает дождевая вода, потом черпают. И они спустились туда. Жена того человека взяла и накрыла отверстие колодца покрывалом, а сверху рассыпало зерно. Никто ничего не видел. То есть так, чтобы не было видно на поверхности. Слуги Абшалома пришли к той женщине в дом, спросили, где Ахимаса и Юната. Она ответила, что они перешли реку в Брод, и те искали их, но не нашли, и вернулись в Иерусалим. Когда те ушли, то двое вылезли из колодца, пришли к царю Давиду и передали ему, поднимайтесь, переправляйтесь скорее через реку. И они пересказали, что советовал Ахитофел. Давид и весь народ, который был под ним, поднялись еще до утренней зари и переправились через Иордан до последнего человека. Никого не осталось на том берегу Иордана. Ну вот, смотрите, двойная задача выполнена. И Абшалом, наверное, теперь последует другому совету. И даже если он решит последовать совету Ахитофела, то Давид от него скрылся. Зачем эти подробности? Ну, во-первых, просто занимательное повествование, а с другой стороны, действительно, вот история о том, что Божья воля, она совершается в том числе, через людей, не всегда напрямую. Ахитофел, увидев, что его совету не последовали, дальше интересно, что будет. Очень необычная для Библии история. Оседлал осла и отправился домой в свой город, он оставил распоряжение о своем доме и повесился. Его похоронили в отеческой могиле. Очень немного у нас Библии истории про самоубийство. И, пожалуй, до Иуды в Новом Завете. Это первая и единственная история о самоубийстве в чистом виде. Да, царь Саул бросился на свой меч, когда его окружали филистимлями, но он уже изранен. Ему ничего другого не остается. Он все равно погибнет. Либо погибнет мучительной и позорной смертью от рук врагов, либо себя убьет, пока враги еще не подошли совсем близко. А здесь человек себя лишает жизни, когда все вроде хорошо. По какой причине его совету не последовали? То есть вот он эксперт, он знаток, он понимает, что он все правильно предлагает. И один раз со всей его жизнью приняли его совет. Это такая трагедия, когда он убивает себя. То есть вот история человека мудрого, грамотного, который видит в своей мудрости и грамотности высшую ценность. Ему не важно, на чьей он стороне, ему важно, лишь бы он всегда был самым главным экспертом. Давид пришел в Маханаем, переправился через Иордана в Шалом, а с ним все израильтяне. А в Шалом поставил на двойске вместо Юава Амасу. Амаса – это еще один полководец, а Юав, соответственно, это главный полководец Давида. Амаса был сыном одного израильтяна по имени Итра, который вошел к Вегале, дочери Нахаши. Она же была сестрой Царуи, матерью Юава. Ну, все они родственники к тому же друг другу. Вот история гражданской войны, да, брат на брата. А в Шалом израильтяне стали лагерем в Геладской земле. Когда Давид пришел в Маханаем, то Шувисен Нахаш из Рава Амонской, Махирсена Меэли из Лодевара и Борзила из Руглима Галацкого, кто все эти люди, мы ничего не знаем, принесли постель, чаши, глиняные сосуды, а также пшеницу, ячмень, муку, жареное зерно, бобы, чечевицу, мед, творог, овец и коровий сыр на пропитание Давиду и всему народу, который был с ним. Ведь народ говорили, они из немок пустыни от голода и жажды. А зачем вот эти подробности? Ну, во-первых, это все-таки родовое общество. Когда писалась эта книга, все помнили, кто чей потомок. И наверняка они говорили. Вот до сих пор, говорят, на Дону местные жители помнят, на чьей стороне прадед воевал в гражданской войне. И есть такое недоверие. Мой-то был за красных, а твой был за белых. Или наоборот, мой-то был за Давида, а твой за Афшалома. А кроме того, эта картина, смотрите, вот есть демагог Афшалом, который увлек за собой большую часть израильтян. Есть законный царь Давид, его отец. То есть толпа-то за Афшалома. А за Давида, может быть, некоторые. Но эти некоторые действуют настолько уверенно, умело и щедро, что они в конце концов победят. Победа не за числами. Победа за тщательно распланированным замыслом. В частности, вести Афшалома в заблуждение, дать ему неверный совет. И победа не просто в тех, кто кричат, ура, ура, в шалом, мы за него вперед побежали. А вот пришли и принесли и длинный список продуктов. Потому что войско внезапно бежало из города, у него никаких припасов нет, они находятся посреди пустого места. Вот люди, которые прикладывают усилия, люди, которые жертвуют свое продовольствие. И потом, кстати, также подробно после победы над восставшими, Давид будет их благодарить и награждать. Это не случайно. Это история действительно об отношении царя и своего народа. Неважно, за кого большинство. Важно, те, кто за тебя готовы тебе помочь, готовы потрудиться, подвергнуть тебя опасностям, как эти разведчики, которые доносят Давиду о том, что происходит в Иерусалиме. А готовы ли расстаться со своим имуществом для того, чтобы тебя поддержать? Или это просто такая толпа, которая сегодня кричит ура одному, а завтра другому, а послезавтра посмотрит, чья сторона возьмет верх? Ну, а как взяла верх сторона Давида, это будет следующая, 18-я глава.